Лидеры партии «Оппозиционная платформа за жизнь» посетили Одессу, чтобы вместе с однопартийцами выразить благодарность одесситам за поддержку. Политическая сила заняла первое место на выборах в областной район и советы и второе в Одесский городской совет. Юрий Бойко, Анистер Шуфрич, Наталья Королевская также выразили поддержку своему однопартийцу Николаю Скорику, который примет участие во втором туре мэрских выборов 15 ноября. Детали встречи в сюжете моих коллег. В самом сердце Одессы в городском саду прошла встреча одесситов с представителями партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Партия значительно укрепила свои позиции в области и в районах города. И теперь главная задача политсилы, отмечается председатель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко, укрепить свои позиции в городе, избрав нового мэра. Нардеп призвал одесситов не быть пассивными, прийти в воскресенье на участки и проголосовать. Для нас большая честь сегодня приехать и попросить одесситов его поддержать. Потому что за ним, несмотря на то, что он был в жесткой оппозиции, боролся, воевал с 20-ми, воевал с теми, кто был против мира. Он не возглаждался. И остался таким же чутким человеком, с хорошим руководителем, справедливым. Мы убеждены, что с ним для Одессы будет благ. В свою очередь, народный депутат Украины Николай Скорик, который 15 ноября примет участие во втором туре мэрских выборов, поблагодарил коллег за поддержку накануне Дня воли изъявления. Также парламентарий выразил свою обеспокоенность тем, в каком состоянии находится его родной город. И обещал в случае победы незамедлительно приступить к работе. Ситуация с пандемией нарастает и можно решить ее только кардинальными методами в части резкого увеличения финансирования медицинской сферы, в части решения вопроса о закупке вакцины. Если говорить о других проблемах, их огромное множество стоит перед нашим славным городом. Но главная задача – это действительно вернуть в Одессу мир, уверенность, убрать разделение на своих и не своих. Мы должны объединить вокруг нашей политической силы всю здоровую часть одесского общества. Свою поддержку кандидату в мэры Одессы Николаю Скорику выразил и почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Политик подчеркнул, что Николай Скорик имеет серьезный управленческий опыт и огромный багаж знаний. Именно он заслуживает стать мэром Одессы, чтобы восстановить величие нашего города. Наш город заслуживает хорошего руководителя. Представлять сегодня Николая Скорика здесь, на этой площади, нет смысла, потому что мы видели весь его путь. Он хороший руководитель. Он представлял и был председателем областного совета длительное время. Он был губернатором нашей области. Дорогие друзья, давайте поддержим Николая Скорика на мэра нашего города. Участники встречи подчеркнули, партия борется не за пост мэра, а за возвращение Одессе статуса влиятельного украинского города. Народные депутаты Украины выразили уверенность, что уже скоро в Одессе будет новый мэр и новая команда, которая возьмет на себя ответственность за развитие города. Мы обязаны, объединив усилия, все вместе победить. Победить ради того, чтобы навести порядок, чтобы восстановить справедливость. И, конечно, вся наша команда сегодня собралась здесь, чтобы поддержать Николая Скорика, достойного кандидата в мэры. Мы все верим в то, что будущего мэра Одессы и победа Скорика – это победа одесситов. Из Одессы будет символично, если начнется возрождение Украины. И как это не парадоксально звучит, это в руках украинцев, это в руках одесситов, которые сегодня могут показать всей Украине, как должно быть в Украине, как должно быть в нашей стране. Я уверен, с Николаем, нашим боевым товарищем, Одесса станет красивее. Второй тур мэрских выборов в Одессе состоится 15 ноября. Хотя во многих крупных городах Украины голосование назначено на 22 ноября.